Ну, примерно, даже, я думаю, не 2-300, когда были греки, где-то греки были 200 лет назад, греки, значит, уже римляне захватили 2000 лет назад в Израиль, значит, греки были до римлян, 2-300 все-таки, наверное. И они, значит, захватили и хотели запретить изучать Тору, не хотели, а запретили, дали указы, запрещено делать обрезание, запрещено соблюдать праздники, шаббат, и огромная часть евреев, особенно те, кто были в власти, это поддержали. Они были, весь мир тогда стремился, ну, как сейчас все стремятся быть похожими на Голливуд, а сейчас, а тогда стремились все быть похожими на греков, на греков эти были Олимпиады, там, ну, очень красота, культ физического тела, и поддержали большую часть, ну, какая-то часть народа поддержала, и те, которые соблюдали, они втихую сидели, соблюдали, соблюдали, ну, уходили все дальше и дальше. И потом, значит, ну, греки все напирали и напирали, и в итоге, значит, довели ситуацию до того, как сжатая пружина, и поднялось восстание, поднялось восстание, семья был Матияо Бен Йоханнан, они были коины, они были коины, и, значит, они подняли восстание и ушли в горы. В общем, за ними опять шли люди, которые были за Бога, которые против Бога, в общем, были воины, 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 и они в итоге победили. И освободили Иерусалим, освободили Иерусалим, и в храме нашли, единственный был кувшин масла, который, который был, ну, вот, именно пригодный к зажиганию в храмовом светильнике, потому что масло могли изготовлять только ритуально чистые люди по специальному процессу, на который требовалось 7 дней. Они нашли этот кувшинчик, был один, и перед ним и был выбор, что делать, значит, или же, чтобы изготовить новое, надо было 7 дней. Или залить это масло, если мне он будет стоять, или же, или же как-то подождать вообще, пока сделают масло, чтобы уже не прерывался. И они решили, что зальем его, это масло, и как будет, так будет. В общем, они залили это масло, и оно горело 8 дней. 8 дней оно горело, и в честь этого, пока не сделали новое чистое масло. И в честь этого установили праздник Ханука, то есть каждый год в это время, 25-го числа месяца кисля, начинают зажигать ханукарные свечи, каждый день добавляя по одной свече. И на восьмой день, значит, 8 свечей. И вот сегодня 4-й день этого праздника, и, значит, зажигают свечи, говорят, что первое благословение, чтобы Савян-то Бог, который расследил над своими заповедями и повелел зажигать ханукарные свечи, а второе благословение, это что благословение Дебо, который сделал чудеса для праотцов наших в эти дни, возможно, в это время. Такое благословение. Но я уже зажигал свечи, поэтому я второй раз, я не знаю, могу я говорить благословением или нет. А если не знаешь, можешь ты говорить благословением или нет, то бы нельзя говорить. Потому что мы сегодня как раз будем изучать путь Бога на тему имена Бога, и имена Бога, они оказывают огромное влияние, и их поэтому запрещено пустую использовать. Поэтому я зажгу, можно сказать, я скажу благословение, но не буду произнести имя Бога, как бы в учебном плане. Что вначале зажигается свеча Шамаша, она называется служебная свеча, потому что можно пользоваться светом этих свечей только как любоваться ими, ну это заповедь. Поэтому зажигают одну свечу, которая светит, а остальные только для заповедей. И потом говорят, что Это первое благословение, да, ну безумие, ну может надо, может не надо. А второе И значит, вот эти свечи мы зажигаем, за чудеса, за спасение, которое Бог делал во всех поколениях, то есть в принципе существование еврейского народа, это со времен его появления в виде Авраама и Вину, и до сегодняшнего дня, это одно страшное чудо. То есть вот непрерывающееся чудо, которое, ну история насчитывает больше трех тысяч лет, и вся эта история, она состоит из каких-то событий, вот одним словом можно сказать, но чего вам не имется. Чего не спокойненько, не стоите где-нибудь в тишине. Значит, все. И сегодня у нас Ханукан на фоне Хануканных свечей будем изучать три книги. Три книги. Первая это «Путь Бога» Рамхаля. Вторая это «Мишли». Мы перешли вместо кто-нибудь уже в этом году. Мы перестали изучать Терпевод, а начали изучать Мишли. Притчи царя Соломона, начали изучать Мишли. И третью книгу мы продолжаем изучать книга «Заповеди». Книга «Заповеди», чтобы знать, что конкретно надо делать. И мы в тот раз, мы начали изучать главу, это третья часть, вторая глава, которая называется «Как действуют имена Всевышнего и колдовство». О, какая тема. Как раз Саша специально приехал на самое интересное. И сейчас мы дошли до этого или мы про душу изучали? Да, точно. Мы на том занятии закончили про сны. Про сны, что сны состоят из воображения, которое производит мозг. Ну, автоматический мозг постоянно воспроизводит какие-то картинки. И частей, которые душа, она получила там в духовных мирах. И любой сон состоит из смеси того и другого. Значит, и сложно определить, где сон действительно какой-то, где много духовного составляющего. Ну, про ровно мы пока вообще не говорили. Есть просто сны, где душа в духовных мирах находясь, там происходят какие-то влияния на душу. И потом, опять же, сила воображения в разуме. Разум работает как машина, которая создает картинки. И там смешивается просто набор картинок, которые человек видел в течение дня, с тем, что его душа там пробуждает какие-то тоже влияния. Идет смесь такая. Но это не всегда бывает. Бывает просто только разум производит картинки, а в чистом виде, чтобы только душа производила эти картинки, не бывает. Обязательно разум туда добавляет каких-то своих влияний. И, значит, а сейчас мы перешли к тому, как действуют имена и как работает колдовство. И объясняет Рамуша Хаймлу Цата. Он объясняет, что как вся работает вся система. Говорит, как я уже объяснял в предыдущих частях, что начало всего существующего в этом мире находится все в духовном мире, в силах, которые очень отделены вообще от материального мира. Отделены, отдалены. То есть вообще корень всего находится в духовных мирах. И их так расставила высшая мудрость. Значит, что спускается по ступеням, как бы, да, по каскадам. И внизу все это приходит в материальный мир. И весь материальный мир – это проявление вот этого духовного мира. Это он объяснял в предыдущих частях. И также он объясняет, он говорит, что также я уже объяснил, как работают силы зла. Что из этих сил зла, из них тоже идет вот это вот каскадное такое вот мероприятие. И спускается в материальный мир. То есть он в начале книги, в начале Даракашем, он объяснил, как работает зло. Что Бог, он сам со злом не отождествляется вообще. То есть Бог и зло – это не вещи, которые, ну, как бы, несоединяемые. Но он создал источник зла, который действует и производит зло по заданной программе. То есть он изначально, когда создавал творение, он создал там такую вот, ну, какую-то специальную точку, из которой и производится зло. То есть это программа, которая работает. В олицетворении этой программы, оно называется «Сатан». И есть, интересно, в книге Йова, начинается книга Йова, как «Сатан разговаривал с Богом по поводу Йова». То есть это, нельзя сказать, что это отдельное, отдельное в этом мире вне воли Бога. То есть он его создал, он в любой момент может выключить эту программу. Но программа работает как бы без его участия. То есть он дал ей огромный люфт, огромную свободу производить свое какое-то влияние на мир. И вот он говорит, что также уже я объяснял, что основа, основа настоящей реальности, которую мы в этом мире наблюдаем, она находится в этих корнях, в высших мирах. В этих корнях высших мирах. И то, что мы видим в материальном мире, это продолжение. Продолжение от того, что там произошло. И в общем, вся система работает очень точно. Вот здесь очень интересно, чтобы понять Бога. Да, эта книга для того создана «Путь Бога». Он объяснил, что я хочу дать полное представление о том, как работает эта система. И тогда человек, который знает, как все работает, ему очень легко. Каждое новое знание будет у него ложиться в какое-то предназначенное для него место. А человеку, у которого нет вот этого глобальной системы видения общего плана. У него, он это сравнивал, Рамкаль, его взгляд на мир похож на джунгли. На такой сад, в котором нету ни дорожек, все не упорядочено. И каждое засевание туда новых растений приводит к еще большей путанице. Так человеку, у которого нету четкой рамки, как система работает. И вот он говорит, что, как я уже объяснил, там все работает очень четко, очень системно. И вот еще он эту мысль очень здесь подчеркивает таких с разных сторон. И объясняет, что то, что есть внизу, это четкое проявление того, что зарождается вверху, в высших мирах, в этих силах. И все идет по совершенно четким законам, которые, которые эти законы, ну, работает очень четко. И он говорит, что в материальном мире и все вот это вот устройство называется Тева. Тева – это природа. На иврите природа. И интересно, что вот это имя Всевышнего, которое Элотим, Элотим, как бы Всесильный переводят на русский язык, когда в молитвенниках, в Сидурах переводят Бог Всесильный. Так вот имя Всесильный, на иврите Элотим. Его числовое значение, оно равно числовому значению природа. Потому что природа – это есть собрание всех сил. Только мы смотрим, вот природа, типа, все гармонично. А это оно гармонично, потому что это Бог, он этим всем гармонично управляет. Поэтому оно все гармонично. И вот он говорит, что он установил эти все четкие законы, и ничего из них не выходит. Корни влияют на ветви, и вот эта вот вся система спускается вниз, не выходя за границы, которые природа им установила. То есть четко это все называется природой. Все установлено, все работает, законы прописаны, вся система очень управляемая. Теперь, значит, дальше он объясняет. Однако, однако, он говорит, установила, есть отдельное специальное постановление, высшая мудрость, которое всю эту систему строила. Ну, это Бог, только называется это хохма. Хохма – это вот эти законы, которые Бог создавал. То есть, интересно, что написано, что вначале была Тора, вначале были законы, а потом из них уже произошел мир. То есть, вначале была вот эта программа, а потом уже из нее появился, проявился, можно так сказать, мир. И так установило, вот изначально в этом плане творения, что есть еще одна такая дополнительная реальность в силах, которые действуют в материальном мире. И эта дополнительная реальность, она не связана с теми влияниями, которые идут сверху. То есть, есть влияния, которые идут сверху, работает природа, все, как бы, механизм работает. Но есть определенная такая реальность внутри, в этом материальном мире, которая работает отдельно от всей этой системы. Что это за реальность? Это реальность, которая здесь работает независимо от вот этих каскадных влияний, которые идут сверху. И тоже она действует, эта вот реальность, она действует по определенным установленным законам. Что это за законы? И благодаря вот этой вот деятельности внизу, которую они производят, то природный вот этот вот весь механизм, он может нарушаться. Это вот так вот здесь написано. Теперь, значит, он объясняет, как же это все работает. Вот ведь он говорит, дана человеку возможность, чтобы он использовал мироздание, все, что происходит, определенным путем. Как дана возможность человеку использовать мироздание привычным путем? Также есть у него возможность использовать мироздание вот этим вот особо выделенным путем. Что значит использовать привычным путем? Значит, что значит по законам природы? Он говорит, что очень все просто. Вот, например, человеку надо разрезать что-то, да? Значит, по закону природы он должен взять что-то острое и твердое, нож, и этим ножом он режет. То есть, есть закон, по которому более мягкий материал и режется более жестким острым материалом, это закон природы. То есть, тут понятно. И все, что из этого следует, да? То есть, зная законы природы, можно в них разбираться и действовать, исходя из этих законов природы. Например, человеку, которому надо подняться наверх, значит, он поднимается наверх и должен себе сделать что-то вроде лестницы, да? Он делает лестницу, и он, делая лестницу, он поднимается наверх. Ну, простые и понятные законы природы. Теперь дальше. Точно так же использование вот этих вот духовных инструментов, оно работает только в специальных ограничениях, специальных законах. То есть, если с ножами там нас в детстве обучили, мы, в общем-то, понимаем, что острый нож режет мягко, там и так далее. То есть, в материальном мире, хотя все люди тоже знают законы материального мира на разном уровне, да? Есть люди, которые знают хорошо, там, физику, химию, им, например, более понятно, как работает материальный мир. А есть люди, которые, ну, в материальном мире тоже они так почти не ориентируются, как, я знаю, вот, значит, как же, которая ведет передачи про питание. Известная сейчас такая есть. Ну, про, как, готовка. Высоцкая. Высоцкая, да, вот говорят, как Высоцкая, она как-то обучала, как делать котлеты. И она говорит, вначале говорит, чтобы получить фарш за котлет, нужно снять кожуру с пельменей. И у вас появится фарш за котлет, да? То есть, это как бы есть люди, которые тоже в материальном мире не очень понимают, что отгуда берется. А в духовном мире тоже есть определенные законы, как пользоваться вот этим вот допустимым возможностью влияния на этот духовный мир. Но это влияние, во-первых, оно очень тоже идет по учетным законам. И по специальным законам, значит, которые установила высшая мудрость, как, ну, там, по своему плану. Теперь дальше он пишет. И если говорить дальше о этом аспекте мироздания, если говорить дальше об этом аспекте мироздания, то надо знать, вспомнить следующую вещь, что человек, он состоит из двух противоположностей. Это тело и это душа. Это две противоположные абсолютно составляющие. Это материальное, это духовное. И они в нем соединены. Это вот уникальное такое вот вообще событие, да, что в одном человеке соединено, ну, такое чисто материальное животное тело. И душа, которая написана, что свеча Бога, душа человека, да, то есть это вообще божественный луч. И все это вместе соединено непонятным образом, как оно держится, почему оно не выходит, как оно заходит. И вот он пишет так, что вот эта вот душа, она привязана определенными законами, каким-то законами она привязана к этому телу, как постановил Бог. И человек, он очень ограничен в своем состоянии физическом, он ограничен законами тела. То есть, в принципе, человеком управляет тело очень сильно, и оно определяет его восприятие, его возможности. И, значит, вот эти вот законы материальные, они эту душу очень сильно ограничивают в ее проявлениях, в ее действиях. Значит, и душа не может выйти из этих материальных ограничений. Но Бог, он захотел, чтобы была у человека возможность открыть чуть-чуть вот эти вот физические законы, и, значит, и прийти к такому состоянию, чтобы душа могла выйти из этих вот ограничений телесных. И, значит, выйдя из этих, то есть, человек это соединение души и тела. То есть, если душа отдельная, это не человек, если тело отдельное, это не человек. Только вместе они являются личностью человека. И вот это вот соединение, оно является человеком. Интересно, что есть известная история, как когда умер один человек, он говорит, ну, на суде, он говорит, а вообще за что меня судить, я вообще не грешил. То есть, я лично вообще не грешил. Как ты не грешил? Он говорит, ну, смотрите, тело, может, мое грешило, это да. Душа, ну, как бы, это да. А я причем? Он говорит, я вообще не причем. То есть, ко мне какие вопросы? И есть известная, как бы, на это притча, как ему ответили. Ответили ему так, что когда-то был царь, значит, у него был красивый сад, и царь в этом саду нанял двух сторожей. Но он не хотел, чтобы воровали у него яблоки. Обычно сторожа они часто воруют. То есть, на что тебя охраняют, что ты воруешь. И он выбрал себе очень странных сторожей. Он выбрал одного сторожа, он выбрал слепого. Но он мог ходить. Видно, он стучал колотушкой. А второй у него был сторож зрячий, дозорный такой, но без ног. Не мог ходить. В общем, и эти сторожа, ну, то есть, есть у них сад, и, в общем-то, хочется человеку по природе своей, хочется забрать чужое. Это так специально Бог запрограммировал. И они, значит, договорились, что этот вот, который был слепой, он посадил себе на шею того, который был без ноги. И они пошли, значит, тот ему указывал дорогу, и так они ходили по саду, в общем, все поворовали, что им надо. Приходит, значит, царь. Они уже отдельно сидят, значит, этот смотрит, а этот, значит, ходит. Да, да. Царь говорит, кто украл? Мне говорят, не знаем вообще, как такое могло произойти на нашем дежурстве. Мы вообще не знаем. Потому что, говорит, ну, вообще, просто мы, ну, мы сами вот, наверное, что-то, может, прилетело. Но вы, если вы на нас думаете, они говорят, вы вообще, как вы можете нас оскорблять такими подозрениями? Потому что это, в принципе, нереально. Это, в принципе, нереально, значит, этот, который зрячий, говорит, я же ходить не могу. Тот, который слепой, говорит, я же не вижу ничего. Как? А царь же это был умный царь. И он, как на суде, как этому ответили, так же царем ответил. Говорит, а сейчас я вам покажу, как вы воровали. И он их соединил вместе. Говорит, вот так вы и воровали. И так же ответили на суде тому человеку, что ты человек, когда это все вместе. И вот когда это все вместе, это ты есть человек. Так вот, Бог, Он как сделал? Он сделал так, чтобы во время земного существования человека, когда соединена его душа с телом, и когда тело, в принципе, ограничивает возможности души, и в это время, ну, как бы, вот эта система, она, в принципе, не может выходить осознанно в духовные миры, но Бог так установил, что через какие-то специальные действия есть возможность постигнуть человеку вот эти вот духовные события, духовные влияния, то, что обычно от него спрятано и скрыто, из-за того, что он материальный и очень ограничен своей материальностью, но есть у него возможность подняться выше и посмотреть, как оно там все работает. Значит, то есть он может подняться. Ну, забегая вперед, можно понять, что о чем идет речь, это как раз пророчество идет речь, и вот эти вот вещи, о которых сейчас будет дальше говориться. Значит, подготовила высшая мудрость, чтобы была возможность убрать вот эти вот ограждения природные, ограждения материальности, и, значит, позволить ему, позволить увидеть духовный мир. Но написано в этом самом, в Талмуде, в трактате Брахот, сейчас вот я дочитаю это, чтобы пункт, а потом расскажу. Значит, и может человек освободиться от этих вот связей, да, к чему он привязан, и встать в такое состояние, значит, встать в такое состояние своей обычной прибитости и материальности, что он может прямо прикоснуться к этим духовным мирам, находясь одновременно в этом мире, в темном теле, в темном материальном теле. Теперь в Талмуде, в трактате Брахот написано, что тот, кто хочет увидеть вот эти вот духовные миры, которые нас окружают, так он должен сделать, и там идет перечисление, ну, я думаю, что в нем зашифровано настоящее средство для этого, но перечисление идет такое, что он должен взять черную кошку, дочку черной кошки. Ну, там, значит, дочку, чтобы и мамой тоже была черная кошка, и взять, когда она рождается, да, плаценту, эту плаценту надо сжечь, и этот пепел нужно нанести на края глаз, и тогда увидишь. Но на самом деле я не думаю, что этот рецепт стоит пробовать, потому что, ну, все записано для того, чтобы скрыть, и это знают только те, которые знают там, ну, то есть нет такого, что прочитал и сделал, но там написано, что один из мудрецов, он это сделал, он это сделал и сошел с ума. То есть то, что он увидел, вот этот вот духовный мир, духовные сущности, оно повредило ему разум. И в принципе написано, что всего за всю историю было четыре мудреца, которые поднимались в пардес, это называется, пардес это какое-то высшее место, куда человек может подняться, находясь в материальном своем теле, но он может туда подняться, высшее место в духовных мирах, пардес. Интересно, что это слово, оно есть во всех языках, парадайз, парадайз это как рай, пардес, и туда поднялось четыре мудреца, значит, их судьба. Один сошел с ума, один сошел с ума, то есть он довернулся обратно, у него уже голова не функционировала, что такое у него, как один мой знакомый, он описывал состояние, ну, сумасшедшего, проводок отходит, он смотрит, а у него отходит проводок, то есть мы все время, мост неуправляемый, он действует по своим каким-то совершенно программам, и значит, он зашел с ума. Второй умер, то есть его душа, его как бы самоосознание поднялось туда, а обратно не вернулось, то есть он прямо ушел, медь в жизни прерывалась, он умер. Третье написано, он вернулся и отошел от Торы, отошел от Торы, то есть он был великий мудрец, но он отказался от духовного мира в пользу мира материального, то есть он стал полностью, всю свою смысл жизни, он потратил на то, чтобы получать, на то, чтобы получать максимум, максимум, да, отказник такого, максимум удовольствия, находясь в этом мире, это был его выбор, который был продиктован, ну, неизвестно на самом деле чем, но, значит, и только третий, это был Рабиатива, он пошел туда и вернулся с миром, написано. Отсюда следует вывод, что заходить, вообще заниматься всеми этими вещами может только человек не просто с устойчивой психикой, не просто с крепким здоровьем, не просто с хорошими качествами характера, а только, говорится, что кабалу может изучать человек после мужчины, после 40 лет, который прошел всю устную Тору, который никогда не гневается, то есть у него есть полное приятие, принятие мира. Что значит гневается? Гневается это, когда у него есть непринятие ситуации. В этот момент у человека есть эмоция, гнев. И поэтому написано, что тот, кто гневается, он как будто бы служит идолом. Почему это он как будто бы служит идолом? Потому что, кто делает реальность? Бог делает реальность. Если тебе не нравится реальность, так ты, значит, говоришь, вот какой этот Бог вообще, я не доволен. А кому ты тогда служишь? Себе. То есть я недоволен. Я считаю, должно быть по-другому. Это причина гнева, и это как будто бы служит идолом. То есть это не служит каким-то внешним идолом, а это служит своему эго. И написано, что поэтому кабалу не может изучать тот, который хоть иногда гневается, потому что у него в руки попадают такие инструменты управления мирозданием, что если он им не доволен, он эти инструменты обязательно использует. А значит, ну если он всегда доволен, он принимает, да, все, что Бог делает, значит, так надо. Вот Раввицкий, Жильбер, Зацаль, он был, Захронослидка, Враха, он был человек, который принимал, то есть Бог делает, он говорит, значит, такая твоя воля. И когда он в ладере находился, когда он там в ладере, ну, рискуя собой, он переносил цфилиной, их переводили из одного ладеря в другой. И, значит, у него был выбор взять, ему пронести ладер цфилиной. И он, значит, думает, постараться их пронести или не постараться. Вполне возможно, их можно было по закону, похоронить там, где-то закопать и все. Но он думает, моя же основная цель жизни это служить Богу, значит, возьму с собой, будь что будет. А его, когда спрашивали на уроке, говорят, ну, а если бы вас там поймали, это что, угроза жизни? Он говорит, так, какая угроза жизни? Ну, добавили бы лет пять, ничего страшного. Это же не угроза жизни. Конечно, если угроза жизни, я бы их не взял, но это же не была угроза жизни. А у него дома жена, ребенок, ну, то есть, это уровень был, вот, принятие воли Бога. И вот, в общем, он рассказывает, что он выходит, их с этими чемоданами, они владели, делали фанерные чемоданы, такие себе, из фанеры. И, значит, он выходит и видит, их на морозе вот так вот выстроили в ряд, стоит ряд заключенных, и, значит, у них у всех обыск чемоданов, этих обыск личных вещей, и вот эти все, такие вот фанерные чемоданы, выбрасывают, их лежит уже целая куча лагерное имущество. Не имеете права выносить, в тряпку, ну, вещи в тряпку, значит, все. А чемоданы остаются, и целая уже лежит куча этих чемоданов. А на, на проверке сидит надзиратель Олимпиева, его звали. Это был его враг, который над ним издевался все время, там, ну, такой его не любил. И говорит, вот я стою и молюсь, говорю, Рибаноша Лилам, хозяин мира, я хочу только исполнять свою волю, у меня нет других, никаких интересов, ничего. Я, значит, твилины взял, вообще все делаю, только чтобы выполнять свою волю. Значит, я делаю свое, а ты уже делаешь свое, как ты считаешь нужным, так и делай. Но я тебя прошу, чтобы, ну, чтобы все было хорошо. Значит, подходит его очередь, открывает его чемодан, значит, и этот Олимпиев говорит, да это псих, говорит, сумасшедший. Он вообще, говорит, он с колого не кушает, он просто вообще идиот, да, на них сухарях, а у него там были сухари в чемодане. Говорит, а там у него еще должна машинка быть, он бороду не бреет, значит, у него машинка такая была, ну, это самое, машинка. говорит, и тут вот так вот без перерыва говорит, а чемодан этот, говорит, я знаю, он его с дома принес. И у него не вытрушивая чемодан, а внизу лежали цферины там, и книжка-то нахер. И он закрывает ему чемодан, и он проходит с этим чемоданом в другой ладере. И он потом этот чемодан всю жизнь возил, и этот чемодан у него, на каждый пурим, он сидел с этим чемоданом, пел ладерные песни, то есть это для него был как хануккальные свечи для нас, а для него это было как знак воспоминания о личном чуде, которое с ним сделал Бог. Ну, вот именно вот конкретное личное чудо. И он был доволен, то есть он и в тот момент был доволен, и в другой момент был доволен. То есть вот ему, он и учил Кабалу, ему можно было, хотя он, хотя он, конечно, не, ну, об этом не говорил никому, он себя даже рабом не называл. То есть почему он говорит, зачем это надо? Надо вначале все просто понимать, просто, понятно, что без философии, без мистик, не, он говорил без философии, без философии. Хорошо, значит, идем чуть-чуть, еще дальше нам осталось. Так вот, подготовила Высшая Мудрость, что есть возможность у некоторых индивидуумов, находясь еще в теле и при жизни, выйти из ограничений тела и, значит, постигнуть вот эти вот духовные, духовные, духовные какие-то пространства, которые, которые именно они духовные, они непостижимы обычными органами чувств, но, значит, есть какой-то там вариант их постигнуть. Ну, последнее, коротенько. Однако, он пишет, все вот эти вот границы природные, которые, которые установлено, что они могут раздвигаться, их, их немного, они очень такое, достаточно ограниченное количество. Именно те, которые установила Высшая Мудрость, что их можно отодвигать, значит, их можно отодвигать. теперь есть специальные правила, как это делать. И все это надо делать, если это делать, то очень, ну, очень по, значит, только по путям известным и с хорошей целью, и с большой, великой точностью. Потому что там, если любой шаг вправо-влево, значит, все, или с ума сошел, или умер, или вообще отошел, и много было, вот, и дало поклонников, они, когда не получали вот эту вот возможность управлять всей системой, они говорили, ну, не выдерживали этого испытания, да, что, что мне лучше, или вечная жизнь, но, типа, быть обычным рядовым каким-то, ну, праведником, да, обычный рядовой праведник, или там, здесь я сейчас на Куролесе, на Вухаднецар, да, у него там, идолы на Вухаднецар, захватил полмира, там, то есть люди не выдерживали такого соблазна, и все время пытались вообще, ну, вообще непонятно, зачем нужно Александру Макитонскому было захватывать весь мир, идти до Индии пешком, ну, то есть у него и так было уже, ну, достаточно денег, возможности, захватил, все же захватил, ну, облагораживай, помидоры разводи, я не знаю, что-то там, ну, чем-то заниматься, поучи что-то полезное, сделай что-то, сделай добро людям, сделай лучшую жизнь своим там подданным, зачем захватывать новые земли, убивать еще там пару миллионов человек, ну, не миллионов, тогда были десятки тысяч, но, то есть, психология таких людей, которые находятся на стороне зла, ну, разрушители, разрушители, то есть такая вот у них суть. Хорошо, дальше мы узнаем в следующем занятии, с Божьей помощью, как именно раздвигать границы, значит, что такое колдовство, тут пока не объяснено, но, как бы, понятно, что есть разрешенные пути с помощью имен Всевышнего, имен анделов, то есть, знаете имена, то можно, как бы, раздвигать эти границы, есть пути через силы зла, это называется колдовство, то есть колдовство, это как раз через силы зла эти. Но есть те, кто через наши начинают с тобой уничтожить? Ну, если бы поверхность, то так. Нет, поверхность нам много начинают, он сейчас полная... Нет, я имею ввиду, если реально понимать, что это людей. Те, кто понимают, они закрываются в закрытых помещениях и сидят сами, потому что, ну, это понятно, ну, насколько это все, ну, сложное и опасное. Те, которые широко известны, это бизнес. Это бизнес, это не сектант, это огромный-огромный бизнес с многомиллионными оборотами, то есть это люди, которые сделали из тяги людей к свету, они думают, о, а что бы за это не брать деньги? Значит, свет упакуют, значит, есть центры кабалы, вот, Берга, значит, есть мыло, продают шампунь, кабалистические, вода, например, по 20 долларов за бутылку хорошо идет, кабалистическая вода. Значит, все очень красиво, да, ну, да, то есть это, как бы, в тягах к духовности, которые люди слышат о кабала, почитали несколько идей, ну, классно, то есть Бог добрый, он хочет, чтобы всем было хорошо, вечная жизнь, то есть очень притягивающие идеи, которые, которые, ну, я слышал, что вот этот вот, который Берг, что он работал страховым агентом, до того, как начал преподавать кабалу, и, конечно, система продаж есть, все есть, то есть, понятно, что это можно продавать, то есть то, к чему есть у людей потребность, можно это продавать. Значит, писать можно, любой товар требует легенду, то есть любой товар требует легенду, и семейная история, она, в принципе, если почитать, что про него пишут, то, ну, окажется, что ситуация у него, она, очень, ну, такая сложная, семянная. Хорошо. Значит, да, да. Среди нас и среди Габбалитов. Среди нас. Обычно, скорее всего, это Каббалист. Потому что его жена, его жена Берга, ее главная книга, ну не главная, одна из книг, называется «Бог красит губы». То есть она продвигает идею, что Бог – это женщина. Тоже модная, популярная идея. Она совместилась здесь с феминизмом, тягу американских женщин к феминизму. Это было слово «как на полу блака». Так называется ее книга. Это вот их семейный подряд. У них все в деле Берг, брат Берга, жена Берга. И... Бог покрасит. Теперь... Теперь, значит... Мишли, мы пришли... Российский Лайтман – это другая история. Лайтман – такая же история, только он вышел в российский филиал. Но сейчас он проиграл в конкурентной борьбе, потому что Берг пришел. Ну, то есть Берг – это... Он пришел в Россию, его последователи сейчас – семья Евтушенкова. То есть у него лучшее здание в Москве, лучшее... Ну, там, совершенно огромное. Ну, как? МТС на его... Ну, может, не сам МТС, но он подтянул Берг, подтягивает людей более высокого уровня, чем Лайтман. Лайтман все равно обычный, да. Лайтман, по сути своей, он был учителем, ну, где-то он из Белоруссии. Он учился тоже, он пришел в Израиль, поучился, походил по ешивам. Потом он увидел, что в мире Торы, в официальном мире, невозможно получить ни славу, ни деньги. Ну, то есть... И он, значит, нашел... О, а есть же такая вот, как бы, незанятая ниша. Если я сейчас буду преподавать кабалу всем, то, во-первых, я буду во всех глазах детимудрец, вообще нереальный. Потому что он... Ну, как бы, читаешь книжку любую, пока боли, ничего не понятно. Вообще ничего не понятно. Да. Но у него, я когда так пытался разобраться, почему у него столько последователей, ну, как работает система. Например, он начинает... Вот, говорит, есть Талмуд десяти сферот. Талмуд десяти сферот в любом книжном магазине стоит, ну, там, в Израиле 50 шетелей. Но все равно ничего не понятно, то есть... Понять могут только люди, которые изучили все остальные Талмуды, и они понимают. Значит, он берет и говорит, у меня есть... Вот, насчет легенды. У меня есть специальная тайна, значит. Вы думаете, его надо вот так вот читать? Он говорит, нет, его надо читать так. Вторая страница, потом пятая. Потом третья. Потом седьмая. В общем, у меня есть специальный код. И он вот это вот все... Он, естественно... Ну, все делает очень технологично. Он прочитал, что за акклубитуры. Мир Торы не технологичный. Потому что человек, он чем занимается? Он занимается вечностью. То есть, он изучает это для себя. Он делает это... Ну, учится, выполняет заправеди, знает, что, как бы, в этом мире особой награды у него не будет. То есть, будет... Если мы посмотрим всех праотцов, всех людей, которые, ну, вот, действительно, служат Богу, то у них жизнь нелегкая. У них жизнь... Какие-то страдания. Потому что жизнь в материальном мире это часть жизни. Вообще, это только подготовка к жизни. Теперь... Но если мы посмотрим на людей, которые этим зарабатывают, то у них, наоборот, в этом мире, у них... Ну, у них все. А в духовном, большой вопрос, что у них распространство на духовном мире. То есть, Лайтман это кабала для мелкого тренера, а Берг это... Это уже для олигархов, да. Берг это для олигархов, для звезд шоу-бизнеса. Большая четверка, а где правило? Да, да, да. То есть, Лайтман это более такой нижний уровень. Точно. Если говорить про сегментирование рынка, то они поделили так. Ну, и Берг это вообще лайт. То есть, он... Это настолько легкий. Там вообще, как бы, есть только слово кабала и все. То есть, Берг, он даже... Если Лайтман, он берет действительно кабалистические книги, переводит их, ничего не понятно, но это хотя бы... Ну, близко имеет отношение к кабалету. Берг, если вы откроете любую книжку, это... Ну, там надо быть хорошим, не надо быть эгоистом, надо любить друг друга. А если ты не любишь друг друга, то это, значит, не то. Это не каббала. А это не каббала. Потому что то он через себя и те свет, да. И он вообще просто рассказывает, ну, вот такие хорошие, приятные истории. То есть, да. Значит, чего тогда его разводила более такая... Красиво, красиво. Есть Мадонна. Слушай, если у тебя будет Мадонна вообще за тобой вот так вот ходить, как... Ну, как бы, что она твоя последовательница, то все, что ты скажешь, будет восприниматься. А Мадонна за ним ходит. Ну, Мадонну просто вспомнишь о Кабале, как в одной из песен. Или как в Мадонне действует Бог свою Мадонну. Потому что это у нас вообще популярно. Хорошо. Значит, давайте поучим Шлома Амеллах Мишли. Притчи. Притчи царя Соломона. Значит, царь Соломон, он был мудрейший из людей. Он знал вообще всю мудрость мира. Он знал все верхние миры, нижние миры. То есть, он был самый мудрый из всех людей. И он свою такую сконцентрированную мудрость он выразил в трех книгах. Есть три книги. Широ Ширим, Песни, Песни. Вообще ничего не понятно. Одни аллегории. То есть, полная аллегория. Но говорят, что это по Кабале самая выдающаяся книга. В ней скрыты самые высокие тайны. Но в виде вот таких аллегорий. Есть книга, которая называется Мишли. Тритчи. Здесь мудрость, которая относится к этому миру. Есть в Торе вообще четыре уровня понимания. Есть простой уровень понимания. Намек. То, что зашифровано. И есть тайный уровень. И вот здесь я читал разные комментарии на книгу Мишли. И в ней настолько скрыты. Ну, то есть, настолько глубины есть в ней. Мы идем только по верхнему уровню. По Пшату, по простому. И третьего книга называется Экклезиаз. Очень советую прочитать всем. Коэлит. На иврите она называется. Экклезиаз на таком привычном языке. Все эти книги входят, кстати, я не знаю как Эшера Ашерим. Но в христианскую библию входят и притчи. И Экклезиаз тоже входят. Это 12 глав о сути. Или 12 или 14 глав Экклезиаз. Как бы вообще, зачем жить? Зачем весь этот мир? Он там описывает вообще самый глобальный взгляд. Это жизненный взгляд. Ашер Ашерим. Это такой вообще тайный взгляд. На все это. Кто? Он там жил. Он там все время был. В Парадесе. То есть, про него у него тоже очень сложная судьба. Тяжелая и сложная. Он хотел, чтобы в мире... Вся была их цель привести мир к следующей ступени развития. Да. Вот царь Давид. Шлома Мелох его сын. То есть, они хотели мир приблизить к Богу. И его была идея, что это можно сделать через мудрость. И он распространял мудрость. То есть, ему в Иерусалим съезжались со всего мира послушать мудрость. То есть, он рассказывал разные вещи. Он объяснял, как все работает. И его была идея, что если жениться на всех дочках царей, то через царей можно повлиять на все народы. У него было 700 жен. У него были братья такие. Он женился на всех царицах, которые только есть там где царица. Значит, все. Ну, принцесса. Он на всех принцессах женился. В его время был мир. То есть, он хотел через них повлиять на царей. А уже цари повлияли бы на народы. И... Но у него не получилось, то есть, рассказывать Савтанахи, что жены в конце жизни, они на него повлияли. Он не рассчитал, что женщины, они такие как... Особенно в таком количестве, да, да. И он, как бы, они поточили его силы. Он умер молодым, во всем 52 года. И не успел закончить вот этот свой путь. Да. Вот он здесь... Мы первую главу уже изучили. Там, где он объясняет... Там, где он... Могу вам многоглубку укорачивать здесь. Да, да. Значит, в... А последняя глава здесь, 31 глава в Мишле. В ней его мама ему, как бы, делает выговор. И она ему как раз об этом и говорит. 31 глава. Она ему говорит, что... Действительно говорит, что ж ты так... Женщины ему поточили, а не твою силу. Ну, это последняя глава в Мишле. Ему мама ему говорит, да? Да. Что мама его... Она ему делала, ну, как бы... Внушение. Внушение. Прямо так и написано. Причем такое. Она ему делала... Ну, такое неприятное внушение. В строгой форме. В строгой форме, да. Она ему говорит, вот... Вот... Давайте начнем с конца. 31 главы. Давайте, чтобы уже было. Мы первые на том занятии... Про... Про... То есть, это очень важная такая вещь. Значит, 31 глава. Она ему говорит... 31 глава начинается так, что вот слова Лемуэля, царя, Маса, Ашер, Исрато, Исрато ему. Значит, в этой книге, в Мишле, там есть три раза его называют разными именами. Вообще, это интересно, что и у Машер Абейну, и у Шлома Амелаха, царя Соломона, и у... Значит, у кого еще было несколько имен... Ну, там, у Итро было несколько... В то время было у человека, ну, разные имена. Разные имена, было несколько разных имен, которые при жизни могли меняться. То есть, имя, оно обозначало суть человека, и, ну, показывало на его разные аспекты. Причем, интересно, сейчас я только об этом подумал, что у Бога тоже есть много имен, и у великих людей было несколько имен, обозначающих их разные аспекты. И вот, значит, которого мама увещевала. Она ему говорила, ма бри ума бар бетни. Она ему говорила, что же ты, сыночек, и что же ты, сын, который вышел из моего живота. То есть, бывает, что в Торе вообще есть понятие отец. Отец — это не обязательно биологический отец. Отец — это тот, кто передал, обучил. Обучил его травму, он может тоже называться отец. А есть биологический отец, который родитель, от слова родитель. Так она ему говорит, что что мой сын, как я тебя обучила, и что ты, ну, тот, кого я родила. И как же ты так себя ведешь, сын моих обетов. А тут была еще такая история, что когда, ну, там была очень с царем Давидом была сложная история с Батшевой. Царь Давид, который был на высшем уровне служения Богу, он говорит Богу, но почему называется Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова, что ты с ними был в более близком соединении. А ему говорит Бог, что я их испытывал, а тебя не испытывал. Хотя вся жизнь у царя Давида была сплошное испытание. Он говорит, ну, испытай меня, как их ты испытывал. И он попадает в испытание с Батшевой, которое, ну, сейчас не буду в него углубляться. В общем, он его не прошел. Это испытание, оно было настолько тонкое. В каждом вот движении, где надо было принять решение, что так примешь – плохо, что так примешь – плохо. И он не понимал, что делать. И вот наши прооцене все время были настолько в тонком вот в этом выборе, и они все время могли выбирать, как Бог хочет. То есть, поэтому Бог с ними соединился, потому что они реально были его продолжением в этом мире. А царь Давид это испытание не выдержал, потому что вот когда речь идет о таких нюансах, несмотря на то, что он был пророком, был предан Богу всем своим сердцем, но вот когда Бог его начал испытывать как Авраамец, как Иакова, он это испытание не прошел. С Батшевой это было испытание. И, значит, и после этого у них родился царь Шламон, царь Саламон. Но и царь Давид пообещал, что будет царь Маше, царь Спирот, он будет следующим царем. Но были старшие братья, и когда уже царь Давид, ему было уже 70 лет, он уже был последний год перед смертью, его старший сын Адания в то время, он уже начал, значит, себя представлять как царь, перетянул на себя армейские высшие чины, перетянул на себя всякую знать. И, значит, остался только на стороне Шлома Мелаха, остался пророк Натан, мама, и еще остались старая гвардия царя Давида, которые с ним вместе шли. Ну, то есть, там произошло такое разделение. И, значит, пришел пророк Натан и говорит, что Аданияу, он объявил себя царем. А он поехал, ну, и объявил как бы, сам себя объявил царем. И она зашла в это время к царю Давиду и сказала, как же так, ты мне клялся там, ну и так далее. Потом зашел пророк Натан, и царь Давид еще, он был тогда уже, ну, три смерти, но он поднялся, взял Шлома и на глазах у народа передал ему царство. И она ему говорит, что же ты, сынок, которого я родила, который вышел из моего живота, который сын моих обетов перед Богом, то есть, она много молилась, рисковала, просила Бога, что же ты так себя ведешь, она ему говорит, не отдавай женщинам свою доблесть, свою силу. Ведрахеха лямхот млахим. И, значит, свои пути, значит, альтитен хацалмат. То есть, она ему говорит, не свою силу не трать на них, тем, что ты много с ними спишь. То есть, вы представляете, 700 джон и, ну, то есть, 700. И плюну, да. Причем, интересно, это написано, что женщины, наоборот, получают силу, а от этого мужчины ее теряют. И она ему говорит, что не веди себя так, как не подобает вести себя царян. Она ему второе говорит. Замечание, не веди себя так, как не подобает себя вести царян. Значит, что имеется в виду? Была такая история. Последней каплей в его, ну, вот, то, что считается неправильным поведением, это было, что он женился на дочери фараона. На египтянке, дочери фараона. Фараон, это тогда... Египет был тогда такой силы царством, как сейчас Америка. И он для того, чтобы с ними... Вот как сейчас, например, сложности у Израиля с этим самым... Ну, с Америкой, с этим Ираном. Так если бы вместо Натания был Шлом Амеллах, он бы сейчас бы женился на дочке Обамы. И как бы уже родственники, он ему говорит, папа, ну, послушай, какие договора с этими вообще разбойниками, которые нас хотят уничтожить. Которые... Которые объявляют, что они хотят уничтожить Израиль во всеуслышание, отрицают Холокост. Они же преступники. То есть, реально они... Ну, то есть, каким образом мир может с ними договариваться, если они говорят, мы хотим уничтожить Израиль. Как это можно вообще? То есть, Ишлом Амеллах, он женился на вот этой дочке Фараона, для того, чтобы на то время сделать полностью мир, чтобы... Значит, но... Но была история очень нехорошая. Значит, была история, в чем была нехорошая история. Сейчас. Значит, здесь вот в этом комментарии этого не вижу, но, насколько я помню, была история такая. Сейчас. Что во время свадьбы, во время вот этого праздника всех, он крепко выпил. Ну, видно от горя, что ему пришлось на ней жениться. Может, она была... Ну, реально он переживал. То есть, он это делал только во имя небес, не то, что она ему там нравилась. Он хотел, чтобы был мир. Его даже имя Шлома, это Шалом, от слова Шалом, мир. То есть, и он крепко выпил. И утром он не смог, он не встал, ключи от храма были у него. И, в общем, он как-то нарушил службу в храме. Тем, что он так вел. Она ему говорит, что не годится для царя, вообще это не годится пить вино. И пить вино не годится, значит, она ему сказала. И не годится пить, был вино, а был еще другой напиток, который назывался Шехар. Шехар это какой-то напиток, но не из вина. То есть, это могло быть пиво, переводят иногда. Шехар это переводят пиво, переводят... Ну, водки тогда не было в том виде, как сейчас. Но был напиток, который не вино. То есть, вино, оно оказывает свое воздействие. А вот этот Шехар не из винограда, другое, водка другое. Значит, потому что можешь ты выпить крепко, и ты тогда забудешь законы, да, как все работает. То есть, когда человек пьет, у него нарушается. Нарушается его понимание мира и восприятие мира. И, значит, и, может быть, ты изменишь тогда суд и осудишь кого-то невиновного. А царь, он в то время, он очень, ну, очень судил постоянно, там, решал вопросы. То есть, как бы, как высшая судебная инстанция. И ты можешь ошибиться, ты можешь нарушить, она ему говорит. Значит, дальше интересная здесь вещь. Ольга Бомбина Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И когда принимаются какие-то решения, идет обучение, в этот момент создаются новые нейронные связи. А алкоголь, он убивает клетки мозга, и он убивает в первую очередь новые клетки. И поэтому, когда человек что-то новое выучивает, хорошее и полезное, ему это стоит сохранить и закрепить. А когда у него состояние плохое, он смотрит на жизнь, на мир негативно, ну то есть бесперспективно, и он в плохом состоянии, то значит написано, что можно выбить. Значит, это не пропаганда, то есть для царей и вообще некрасиво пить, ну и не надо пить. А когда тебе плохо, то можно выпить. Так, вот дальше он продолжает. Значит, когда ты выпьешь, ты забудешь свою бедность и тот труд тяжелый и грустный, в котором ты живешь. Значит, потому что вину убирает страдания. Ну, в момент, когда человек пьян, оно убирает страдания. Значит, убирает оно страдания. Хорошо. Значит, дальше он пишет, он продолжает, но не пей вино и будешь ты в спокойном, четком восприятии и, значит, не наделаешь разных глупостей. То есть вино, оно изменяет картину мира, то есть оно сменяет, запутывает и так далее. То есть если ты хочешь быть в прямом восприятии, то лучше не пить. Лучше не пить. Значит, дальше. И дальше начинается то, что поют каждую субботу, в пятницу вечером, то, что поют в еврейских семьях на шаббат, суббота. Значит, собирается вся семья, даже если не вся семья, но эта песня начинается субботняя трапеза вечерняя. Она начинается вот во всех еврейских религиозных собраниях. Значит, Эшетхаль Мимса. Кто найдет себе доблестную жену, цена ее намного выше, чем жемчуг, чем сокровище. Это начинается эта песня. Причем интересно, что есть разные объяснения. Вот здесь написано так. Кто найдет доблестную жену... А, значит, написано так, что он в этой песне прославляет свою маму. И он эту песню Шлома Меллаху написал в честь своей мамы. Она найдет доблестную жену, цена ее намного выше, чем жемчуг. И он в этой песне прославляет все достоинства своей матери. Чтобы эта песня была ей на память. Значит, но есть еще и другие. Другие объяснения, что под именем доблестная жена есть как бы намек на доблестная жена. Это первое, это Тора. Тора это... Она тебе объяснит. То есть, кто найдет доблестную жену, кто найдет Тору, тот сна ее намного выше, чем все сокровища. Дальше идут все преимущества, которые из этого следуют. Но все эти преимущества, что ты знаешь, где ты находишься, действуешь правильно, ну и так далее. Дальше мы прочтем, что значит, что выигрывает тот, кто находит доблестную жену. То есть, первое объяснение, что это в честь мамы. Второе объяснение, что просто в честь жены, понимая напрямую. То есть, он дает здесь советы. Книга вся эта, советы. Мы вначале прочли, зачем он Мишли написал, чтобы дать мудрость, дать знание, дать понимание. Ну, то есть, в этих простых советах объяснить, как мир работает через примеры. Но самое интересное объяснение, я слышал, что жена имеется в виду интеллект. То есть, если у тебя будет, ну, такой выстроенный, понимающий интеллект, то цена его намного выше, чем все сокровища. Потому что с помощью этого интеллекта ты сможешь заработать сокровища и там приобрести множество других бонусов. Теперь, каких бонусов? Значит, продолжается. Ба тахба левбаала. То есть, уверен в ней, уверена в ней сердце ее мужа. Вышала льо ихса. И не будет у него недостатка ни в чем. Не будет недостатка ни в чем. Гмау тыу топ в льора. Она ему воздает добром и не злом. То есть, она ему не делает зла. Она ему, значит, бакуля мэхэ. РАБА etcetera. РАБА. РАБА. Да, значит, мало того того лора, а так вот доблестная жена, она ему воздает добром и не злом, то есть она ни в коем случае, она может с ним вести беседы такие вот нравоучительные, но никак не мстить, не со зла, а так вот вежливо, а есть еще одна история на эту тему, как у одного жена была не такая недоблестная жена, она его прямо угнетала вообще, и друзья ему сказали, слушай, ты должен как бы перевернуть ситуацию в семье и сделать, чтобы у тебя было, ну вот как мужчина, значит, ты должен говорить, что будет и как. Он, значит, ну так настраивался, приходит домой, говорит, все, говорит, будет все теперь по-другому, я мужчина, значит, я как сказал, так и будет, я сегодня вечером иду в бар с друзьями, потом на хатей, значит, а потом вот, когда захочу, там часа в два, в три ночи, иду домой, и знаешь, что мне ботинки будет снимать? Она такая, говорит, знаю, патологоанатом, 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 говорит, будете снимать ботинки. Вот, но должно быть не так, должно быть именно, кто надет доблестную жену, цена ее намного выше, чем жемчуг, чем сокровище, уверенно мне, сердце мужа ее, и не будет у него недостатка ни в чем. Она воздает ему добром и не злом все дни жизни ее. Она, значит, Дарша Цемеру Пишкин, она делает, Цемер это шерсть, и Пиштан это лен, она, значит, делает, раньше же была жизнь не такая, как сейчас, что пошел в магазин, купил одежду, нужно было взять вот этот вот комок шерсти, из нее сделать нитку, потом и то же самое из льна делали нити, ну и так далее. Раньше женщины, им было чем заниматься, кроме как мужа пилить, они все время были в пределе. И он так и говорит, что вот эта доблестная жена, она делает нитки из шерсти, из лена, и занимаются ее руки все время каким-то делом, то есть она все время занята каким-то делом, доблестная жена. А это Каньо Цохер, она, значит, как купеческие корабли, издалека приносит свой хлеб. Значит, что имеется в виду здесь, давайте посмотрим. Она как купеческие корабли. Значит, купеческие корабли, они ездят далеко и привозят еду издалека, то есть на что намекал Шлома Амелот, что она сама зарабатывает, несмотря что ее муж обеспечивает, но она еще сама подрабатывает. То есть она сама делает что-то еще, шьет и продает. То есть она не только сама эти одежды делает, она еще их и продает в купцах. Встает она еще ночью, встает она еще ночью, и она дает всему дому, дает кому что кушать, там, ну, раздает задания всем, кому что кушать, и дает задания служанкам. То есть у нее она еще менеджер-руководитель по домашним делам. Она раздает... Служанки должны быть, да, и она им отдает как раз всем указания. Встает она за запомн... Ну, когда еще ночь. Значит, она кормит всех домашних, дает завтрак, и, значит, дает служанкам тоже задания всем. Дамы Масадевы Тикахеу. Задумала она купить поле и приобрела ее. Она еще занимается девелопментом над Ланом, то есть она, между делом, она раздравится в строительных объектах. Задумала она купиться поле и взяла его, значит, купила. Мепри КП Аната Карен. И, мало этого, она еще от... Значит, когда она думала про какое-то поле, положила на него глаз. В общем, она не отстанет, написано, не успокоится, пока его не купят. Коментарер описает. Не туда-то... Мепри КП... И дальше продолжать в притчах, написано в Мишле, написано, что задумала купить поле и купила его. Но от плодов своих рук насадила в нем виноград. То есть она... Вот у нее еще остались деньги из предыдущих ее сделок. И она на этом поле тут насадила виноградник. Полная программа действий. Что должна уметь женщина? Хагра Беос Матнея. Значит, Хагра Беос Матнея это... Она очень сильная. Очень сильная. И может сама руками делать работу. То есть... Ветамет Заратия. Ее запястья тоже сильные. Ну, то есть и руки у нее сильные, в общем и в целом. И запястья особенно сильные, потому что... Ну, наверное, было в то время это очень важно. Каждый... Это мы поем. Я вчера пел с детьми, я никогда не вдумывался вот так вот дословно в смысл этого. Но все поют эту песню уже много лет. Каждую пятницу женщины сидят, жены сидят. И мужчины, значит, им поют эту песню. Значит... Тама Ти Тов Сахара переводится так. Значит... Если она увидела, что ее товар, он хорошо идет. Тама Ти Тов Сахара. То есть она увидела, что ее... То, что она делала, ее с Харая, это торговля ее хорошо идет. Лоих Бэ Балай Ланера. То есть всю ночь у нее не гаснет свет, значит, свечки не гаснут. Она... Значит... Она... Ну, то есть она работает, да. Если пошла какая-то у нее торговля, то есть она включается очень сильно в этот процесс. Значит... Ядеа, Шилка, Батишор, ВКП, Тамку, Фалех. Значит, руди своей она посылает Тишор. Что это за Тишор? Привет. Сейчас. Вот Тишор этого слова, не знаю. Вот. Уакли... Значит, это связано с производством льна. То есть она руки посылает вот в эти вот станки для льна, ВКП, Тамку, Палех. Прялки, да. И руки ее, они... Ну, в общем, она занималась хорошо очень пряжей, производством ткани. Капа Парсалиани. При этом она все время протягивала руку бедным, помогала бедным. И Вейадея Шилка Левьон. То есть и она успевала заниматься благотворительностью, и она помогала бедным. Есть они, Вейвьон, это разные виды бедных. То есть она помогала... Видно, есть бедные, которые совсем не могут себя обеспечивать. Она им просто помогала. А есть бедные, которые могут себя еще... Ну, то есть стать, да, стать подняться. Она им помогала по-другому. Тут именно разделено, что она и тем помогала, и тем. Лоди рали бы и та мешала. И дом ее не будет бояться снега. И коль бы та ла в ушени. Что весь дом свой, она уже одела в шерстяные одежды. Значит, все в шерстяных носочках. Все в тепло, в шарфиках. Все, значит. Весь дом одет в тепле. Марвадим остала. Что за Марвадим? Марвадим это постельное белье, покрывало. И... Шерсть в аргаман на в уши. А сама она одета в красную шерсть. И в аргаман. Какая-то ткань аргаман. В общем, она одета в какие-то очень шерстяные одежды. Шешета пешта в Мешубах. У нее есть льняные одежды для лета, видно. И шерстяные одежды для зимы. Очень из хороших тканей. Но да, Башаримбала. Теперь переходит в Шламамылорск к мужу. Значит, известен в воротах ее муж. Известен в воротах ее муж. В воротах сидели мудрецы. Здесь вот Медседа Давид, он объясняет, что он известен в воротах неба не своей мудростью. А тем, что он одет в красивые одежды. Она ему сделала очень красивые костюмы. И он, значит, одет... И он заметен среди людей, среди своих друзей, когда с ними сидит в воротах города. И там, где собираются старейшины и важные люди. Но он заметен даже не просто тем, что он умный. Там они все умные старейшины. Но он заметен, что он чисто одет. Сразу видно. О, пошел муж вот этой. Красиво одет, причесан. То есть она обеспечивает, чтобы он был аккуратно одет. Дальше... Нада Баширимбала, Баширим Тимзикнаарец. Садина Става Тимку. Сделает она одеяло и продаст его. Вахагар над на лякнани. И пояс она даст торговцам. Она еще изготовляет пояса. Но у меня сын, он шутит. Но когда ее поет эту песню... Хагар это пояс. Дала пояс кнани, это торговец. Но можно так сказать, что дала ремнем торговцу. Что она еще торговца ремнем могла огреть, если надо. Но по простому смыслу, что она продавала еще одеяло и пояса. Ос Ваадар Левуша. То есть она одета силой и великолепием. Вытискакли о махарон. И она смеется в последний день. Что имеется в виду? Смеется в последний день, что она не боится умирать. То есть она все дни своей жизни радуется тому почету. И тому, что ждет ее в конце жизни. То есть она не боится умирать. Она знает, что она правильно живет. Что у нее есть... Она делает все, что нужно. У нее семья такая. Муж в пределе. То есть все. И она значит написана ваадисмах Левомахарон. И она смеется в последний день. Иа пасха бахахма. А народ открывает только, чтобы сказать какую-то мудрую вещь. То есть она не говорит пустых вещей. Она говорит только умные и мудрые вещи. Вытора отхесет альшона. И Тора учение милосердия на ее языке. То есть она... При этом она добрая. И значит, вот уже почти заканчивается. София Алихотбейта. Значит, она наблюдает за всеми, кто ходит в ее доме. За всеми своими домочадцами. Имеется в виду, она смотрит за тем, чтобы они правильно себя вели. Чтобы они были воспитаны. То есть она их воспитывает, да, чтобы... Смотрит, чтобы они были. Здесь написано, что больше ее интересует скромность, прямота и страх перед Богом. Вот эти три вещи, которые она наблюдает в своих детях. И она никогда не ленится. То есть не ест она хлеб. Но она не лентяйка. Она именно постоянно равнятящее такое пределие. Это очень громко начинают петь обычные сыновья. Встали сыновья и ее прославляют ее. Значит, и муж тоже встает и ее прославляют. Тут все поднимают голоса. То есть все ее прославляют. И тут все обращаются, если это мама, значит, поют так. Работ, банот, осухает. Много из девушек великолепных, доблестных. Ваат али таль кулана. Но ты, значит, поднялась над всеми ими, то есть ты лучшая. И мама, значит, если она сидит, если она такая, как говорится в песне. То есть это каждую пятницу дается как бы инструкция, установка, да, по пунктам, что надо, что не надо. Обычно, к сожалению, женщины в это время сидят разговаривать между собой. То есть это как бы уже формальность такая. Никто даже не слушает там, ну, там Шлома Меллах, притчи там. Но обычно в современных таких вот даже религиозных домах женщины сидят в это время, да-да-да, там что-то между собой. А мужчины поют тоже так, да-да-да. Вот женщина, у которой есть вот этот страх, трепет перед Богом и Титалаль. Она будет всегда прославляться, то есть это самое главное, что есть. Нула Меприя Дея. Дайте ей от плодов ее рук, вы Вея Лилуа и прославляйте Бешари Масея. И будут прославляться в воротах, всегда в воротах ее дела. Все, на этом заканчивается Мишли. Ну, она была прославлялась, то есть она и прославлялась, что она была, она его мама была, она воспитала Шлома Меллаха. Она была, ну, совершенно, если это посвящается маме, значит она такая была. А вот когда умер, она чужла бы. А кто Шлома Меллах, когда умер? Да. Не знаю, вот это я точно не знаю. Это надо посмотреть. 52 года. Не, его не убили. Он умер, его не убили точно. Но это надо посмотреть. Есть такая книга, называется Седор Адарот. Это называется, ну, порядок поколений. Да. Да. Ну, слушай, это же все-таки Мишли, он, он, когда говорят, что это он, он мог посвятить маме. Но его главная была цель, это поэтому это вошло в письменную тору, то есть это слова Бога, которые через него говорили. И он передавал какие-то истины, важные вещи. То есть они были, безусловно, посвящены его маме, безусловно, они могут быть посвящены и, ну, то есть это, если это вошло... Да, это письменная тора, то есть это слова Бога, которые пришли к нам через слома Мелыха, которые несут огромную пользу, смысл и очень много ступенчатые, но главное, как бы, определение, что тора, это истина. То есть это некий, ну, вот это реальность, это есть реальность, так устроен этот мир. Слова торы передают истинный такой вот взгляд на вещи. Я не слышал, что он мне такое сказал, и это в книге Коэлит, в книге Коэлит. Это надо будет, когда с Божьей помощью дойдем до Коэлит, можно будет это посмотреть, но это как раз нашел, не нашел. Там речь идет о глобальном таком взгляде на вообще на весь мир, что если посмотреть на мир глобально, то все очень бессмысленно. То есть люди действительно... Его главная была идея в книге Коэлит, которую мудрецы, кстати, долго спорили, ее включать в тору, не включать или ее вообще закопать, потому что она очень, ну, как бы, вызывает, может вызывать сомнения. Ну, она очень депрессивная, если почитать в конце разогласка. Вот. Но они, мудрецы, решили все-таки ее вставить, потому что ее главная тема была, что мир этот, он, ну, по-настоящему, очень пустой. И в конце есть вывод. Софдавара, коль не шма. В конце все понятно. Бога бойся. Вот это вот Ират трепет перед небесами. Заповеди его соблюдай, потому что это и есть человек. То есть суть человека, его, то, что с ним останется, то, что он, чем он является, как человек, это его связь с Богом. И как эту связь увеличивать, вот мы изучаем в конце по одной заповеди из книги, сокращенно книги заповедей. Тренируются, тренируются, чтобы когда женятся, да, когда женятся, чтобы, да, что это еще и суббота. Не, оно добавляет, что шабат он добавляет, это выстраивает что-то и так далее. Но алкоголь, в принципе, ну, его пить не надо, его не запрещено пить. Но если у человека все нормально, ему вообще не надо. Субтитры сделал DimaTorzok Значит, и это вторая была заповедь. Нет у него тела, нет у него никаких представлений тела, что Бог – это творец, создатель мира, но никакое из определений мира к нему не относится. И третья заповедь. Как раз третья заповедь, интересно, что третья заповедь, она называется, повелевающая заповедь «Любить Бога». Всем сердцем, всей душой и всеми силами своими. Любить Бога. И вот, откуда мы знаем, что Бога надо любить, прямо в авторе написано. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими». Как его полюбить вообще? Как это выполнить можно заповедь? Объясняет Гавецко им, что когда вдуматься, если углубиться и вдуматься в его дела, в этот момент можно его постигнуть. То есть, изучая его дела, вдумывая с них, наблюдая, понимая, что это делает он, можно его постигнуть. И, значит, в этот момент загорается в сердце любовь к нему. Значит, и этой любовью мы обязаны. Тут интересно, заповеди – это не то, что происходит естественным путем. Нет заповеди дышать, потому что ты дышишь и так. То есть, заповеди, они всегда идут, как бы, чтобы нужно было предпринять усилия, чтобы ее выполнить, то есть, против природы человека. Значит, исходя из того, что есть заповедь любить Бога, значит, есть внутри сила или движение в человеке его не любить. То есть, это то, что нужно предпринять усилия, иначе это не было бы заповедями. То есть, на вещи очевидные нет заповедей. Например, нет заповедей любить своих детей. Да, потому что детей – это есть инстинкт любить. Но есть заповедь – почитать и уважать родителей. Потому что есть сила, которая говорит, а я такой же умный, как родители, я не буду их почитать, а я буду делать сам, что захочу. То есть, заповеди, они всегда идут против желания человека, против воли. Значит, есть заповедь – любить Бога. И когда углубляешься в мироздание, то зажигается в сердце любовь к нему. И мы обязаны, чтобы эта любовь зажигалась. Значит, и нужно в своих мыслях, как бы, направить их на то, чтобы любить Бога. И не может человек любить Бога другим путем, кроме как познать его, познавая его, то есть, изучая его пути, его действия, его влияния. Не может человек любить Бога, а только познавая его. И через его познание, познание Бога, только там может пробуждаться любовь. Если чуть-чуть, то чуть-чуть. А если много, то много. То есть, тут, смотря на что посмотреть и как посмотреть, как есть известная история, что есть оптимисты, так они смотрят на стакан, он для них полуполный. А если пессимисты на тот же стакан смотрят, наполовину пуск. А Сальвадор Дали смотрит на стакан, и для него он наполовину слон. Так, познавая дела Бога, познавая его мир, то в зависимости от того, на что человек обращает внимание, на что он акцентирует внимание, что он домысливает себе, то в этот момент можно или да, или нет, или усиливать свою любовь, или уменьшать любовь. Поэтому должен человек соединить себя, чтобы понять и прикоснуться интеллектуально к знаниям, которые говорят о Боге. И должен он это делать по своим возможностям. То есть кто-то может изучать Кабалу, кто-то может просто читать Хумаш, ну, эти книжки, кто-то может просто сказки Раби Нахмана. Но в любом случае, когда изучаешь про Бога, в этот момент ты его познаешь, и в этот момент ты можешь почувствовать любовь. То есть изначально идет интеллектуальное познание, а потом идет эмоциональное отношение. что он говорит,approчеряю, то есть на никаких же времени этотậpчан, Авраам Оави, что Бог обратился к Аврааму и назвал его Авраам мой любимый. То есть Авраам любил Бога, Бог любил Авраама, Авраам хотел, чтобы другие любили Бога, и он как бы был тем человеком, который вообще в этот мир принес знания о Боге. Перевел он знания о Боге, и поэтому вот как раз про отцы они были теми людьми, которые вообще сформулировали, формализовали, объяснили всему миру, что есть вообще Бог, потому что без них не было понятно, что есть Бог. То есть верили в орла, в медведя, в непонятного, что верили, в речку, в Нил верил фараон. Но знания о Боге как о творце мира, о том, кто управляет, и так далее, то есть это все в мир спустили Авраам, Искак и Яков, формализовали как учение, и с тех пор мир узнал, что есть Бог. И, значит, чтобы выполнить эту заповедь, можно изучать знания о Боге, и в этот момент проникаться к нему любовью, как он все интересно задумал вообще. То есть без духовных миров. Я с одним, значит, как-то общался, он говорит, а я не верю в это. Я говорю, ну, значит, у тебя такой пустой мир, без духовного мира. То есть ты как бы себя, ну, вот в твоей модели мира, ты обрезал верхнюю часть. Он говорит, это уловка с твоей стороны. Я говорю, ну ладно, опять что-то, опять о нему как-то. Говорю, вот ты знаешь, он, а я не верю в Бога, типа. Я говорю, а в кого ты веришь? Ни в кого. Я говорю, ну, значит, ты веришь в них ни в кого. То есть есть кто-то, не кто, в которого ты веришь. Это уловка. Я говорю, а твоя уловка, чтобы не поверить в Бога, каждый факт, который тебя может навести на мысль, что есть Бог, назвать это уловкой, и опять ты как бы в своем закрытой модели мира, в которой нет Бога, нет духовного мира, и нет ничего. Все очень упрощенно. Непонятно, зачем жить в такой упрощенной модели. Но, типа, он выбрал такой упрощенной модели мира, я ты, я верю в душу.